С 2010 года Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания по инициативе некоммерческого партнерства «Здоровый лес» реализует уникальный проект – Всероссийскую программу «Деревья. Памятники живой природы». При поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства во всех регионах России организован поиск уникальных деревьев, представляющих особую ценность. Рязанский регион также решил поучаствовать в программе и выдвинул своих претендентов на участие. Если по результатам обследования заявка на втором этапе рассмотрения получит одобрение всех участников и всех членов сертификационного совета, нашему дубу в Солочи будет присвоен статус памятника природы. 20 мая специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» приехали в Рязань, чтобы провести диагностику состояния дуба у дома-музея Пожалостина в Солочи. «Мы приехали в Рязанскую область с целью обследовать вот этот большой красивый дуб. Это в рамках всероссийской программы деревьев памятника и живой природы у нас уже второй приезд на Рязанщину. Несколько лет назад мы обследовали тополь по преданию посаженным Есениным в селе Константиново. Сейчас мы приехали к дому-музею художника Пожалостина с целью обследовать детально это дерево. То есть мы для начала замерим основные его параметры – это диаметр, высота и GPS-координаты. Все это определяется с помощью специальных приборов. Потом будет проведено визуальное обследование дерева, то есть будет оценено состояние ствола, состояние корневой системы и состояние кроны. То есть какие проблемы имеются у дерева и как это можно будет устранить в дальнейшем. Это мы будем уже писать в отчете». О состоянии ствола и наличии гнили в дереве специалисты узнают с помощью специального прибора. «Мы видим то, что плотность внутри ствола идет постепенно вверх. Это хороший признак и означает то, что на данной пробе, в том направлении, на той высоте, где мы делали, гнили нет». А вот возраст дерева определяют в лаборатории. Образец древесины для этой цели взяли с помощью специального буравчика. «Вот такой получился у нас терм, на котором мы можем видеть ягодичные кольца. Могу сказать, что визуально годичные кольца очень широкие. Дерево находится в хороших условиях просто, поэтому дает такой большой прирост. Поэтому возраст дерева не будет очень большим». По предварительной оценке дереву около 160 лет. Специалисты произвели оценку внешнего состояния дерева и обнаружили сухие ветви, которые необходимо устранить. Результатами анализа станет доклад объемом около 30 страниц. В нем подробно отразят все результаты и рекомендации по уходу за деревом, которое теперь войдет в историю. А вот о других, менее примечательных в федеральных масштабах дубах, беспокоиться приходится самим жителям. В дубовой роще в Дашковой песочне будут спилены 10 деревьев. Состояние зеленых насаждений вызвало обеспокоенность у местных жителей и экологов. «Мы хотим, чтобы эти дубы были всегда. Сделали аллею. Люди гуляют с детьми, с колясками. Пожилые люди на лавочках отдыхают. Зеленая зона». Была создана комиссия, которая обследовала дубовую рощу. «Вырывать дубы никто не собирается. Мы провели обследование всех деревьев, произрастающих дубовой рощи. Из 400 деревьев только 10 деревьев за зиму высохли. На них отмечаются признаки болезни и признаки усыхания. И именно эти 10 деревьев, 2 березы и 8 дубков, они будут удалены. Все остальные деревья, наоборот, разработаны мероприятия по их оздоровлению. Это побелка известковая, именно тех деревьев, у которых больная вегетация, и санитарная прочистка кроны, то есть удаление засохших ветвей». В Управлении благоустройства города отмечают, что все деревья дубовой рощи взяты под контроль и находятся под постоянным наблюдением комиссии по охране зеленых насаждений. Продолжение следует...